Слушайте доктора. Итак, Ирина Леонидовна, расскажите, пожалуйста, о том, что же такое мочекаменная болезнь, с чем она связана, из-за чего она появляется. Хорошо. Мочекаменная болезнь – это полиэтилогическое заболевание, то есть многофакторное, многопричинное заболевание – это наличие камней в почках или в мочеточниках, или в мочевом пузыре. То есть локализация камня не имеет принципиального значения. Важен факт наличия камня в мочевыводящих путях. И на сегодняшний день это, безусловно, очень важная, очень интересная проблема и очень актуальная. Потому что по статистике наблюдается значительный рост мочекаменной болезни вообще в мире, в индустриально развитых странах. И за последние 20 лет в Российской Федерации в процентном соотношении отмечен рост с 3,8% до 5,2%. А по Кировской области? По Кировской области, я могу сказать, цифры по официальной статистике у нас зарегистрировано 5300 пациентов, страдающих мочекаменной болезнью. Но мы знаем, что статистика не всегда в состоянии отразить реальную проблему, потому что не все пациенты обращаются раз, не все фиксируются два. Этих пациентов реально значительно больше. То есть кто-то, возможно, где-то живет с камушками в почках, в мочеводящих путях и не обращается. И не обращается. Если мы говорим вообще о мочекаменной болезни, то есть вы за эфиром упомянули о том, что если когда-либо камни были, то это значит, что уже предрасположенность есть. Да, мы об этом с вами поговорим чуть позже, потому что это действительно многофакторная болезнь. Причин очень много, факторов риска очень много. И только в совокупности все эти факторы могут привести к разведению мочекаменной болезни. Я слышала, что есть еще некое подразделение. В зависимости от географического расположения, нахождения региона, повышается или понижается фактор риска заболевания мочекаменной болезни? Да, в мире все это изучается. Ученые смотрят на процент распространения мочекаменной болезни. И вот по Российской Федерации могу сказать, что такими эндемичными районами по мочекаменной болезни является Дальний Восток, Восточно-Сибирский, Уральский, Приволжский, Центрально-Черноземные округи, Закавказья и Средняя Азия. Почему именно они? Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Считается, что, да, еще район Крайнего Севера забыла сказать, считается, что безусловным предрасполагающим фактором является климат. То есть это избыточно жаркий, избыточно сухой, избыточно холодный климат. И состав воды тоже имеет значение. Но помимо этих факторов еще имеются генетические факторы. Поэтому однозначно на ваш вопрос ответить, наверное, невозможно в настоящее время. Ирина Владимировна, тогда поясните, пожалуйста, каковы факторы риска, при каких причинах может возникнуть мочекаменная болезнь? Факторы риска мочекаменной болезни можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние факторы – это состояние самого организма человека. И здесь может быть большое множество причин. Прежде всего, мы уже говорили с вами об этом, это наследственная предрасположенность, от которой мы никуда не можем деться. Это наши гены. Это в каждом поколении идет или передается через поколение? По-разному. То есть, опять-таки, это зависит от того, будет ли какой-то катализатор, который проявит потом предрасположенность или нет. И наличие других факторов, о которых мы сейчас еще поговорим, они тоже имеют значение дополнительно к наследственной предрасположенности. К внутренним факторам организма также относятся различные воспалительные заболевания. И прежде всего, воспалительные заболевания мочеполовой системы. Это пиелонефриты, это циститы. К внутренним факторам относятся также нарушения уродинамики, то есть оттока мочи. Это различные структуры мочеточников, это структуры уретры, это гидронефроз и так далее. К внутренним факторам относятся различные нарушения минерального обмена. Это такое заболевание, как гиперпаратириоз. Поясните, пожалуйста, что это? Гиперпаратириоз, когда нарушается работа паращитовидных желез, и это приводит к нарушению минерального обмена и отложению солей кальция, фосфатов в различных органах и тканях, в том числе и в почках. А в каких случаях это может быть? Потому что, на мой взгляд, с чем я сталкивалась с жизнью, что это самой распространенной причиной является изменение образа жизни, изменение питания, изменение, допустим, появление беременности у женщин. Да, это связано всё? Гиперпаратириоз не связан ни в коем случае с беременностью, с питанием. Это может быть в рамках какого-то другого заболевания, состояние, в частности, в рамках почтной недостаточности, может быть самостоятельным заболеванием. Но гиперпаратириоз приводит к нарушениям обмена, прежде всего, кальциевого и фосфорного обмена. И камни могут откладываться не только в мочевыводящих путях и в любых других органах. Итак, а витаминозы, касаемо витамина D прежде всего. И гипервитаминоз, витамина D и гиповитаминоз могут стать причиной камнеобразования в почках. Это нарушение обмена мочевой кислоты. Я думаю, что многие наши слушатели знают, что такое подагра. Это как раз нарушение пуриного обмена, которое приводит, в частности, к образованию камней в почках. Это недостаточное потребление жидкости человеком. Тоже можно отнести к внутренним факторам. И, как ни странно, это ограничение подвижности в результате любых причин. В том числе это различные заболевания, инвалидизирующие заболевания, когда человек неподвижен. Ну и наш малоподвижный образ жизни тоже способствует камнеобразованию. Внешние факторы, это, естественно, факторы внешней среды. Это избыточное содержание соли в питьевой воде, о чём мы с вами уже говорили, когда касались распространённости заболевания на территории, в частности, Российской Федерации. Это недостаточное потребление жидкости человеком, о чём тоже мы уже говорили. Это климатические условия, избыточно жаркий или избыточно холодный, сухой климат. Это вредные привычки. Как бы банально это ни звучало, это вредные привычки, это избыточное потребление алкоголя, это, естественно, курение. Всё в нашем организме взаимосвязано. Но и к вредным привычкам здесь можно отнести и переедание. Причём в развитии мочекаменной болезни имеет значение переедание каких-либо определённых продуктов. И здесь, наверное, уместно вспомнить знаменитую фразу про Цельса, что всё есть яд, всё есть лекарство, всё зависит от дозы. Но это уже перефразированная в современной интерпретации фраза. Да, мы сталкиваемся с теми проблемами, что пациенты, которые даже ведут очень правильный, здоровый образ жизни, но увлекаются различными диетами, это тоже часто может привести к развитию мочекаменной болезни, в частности, употребление чрезмерной, я подчёркиваю, всё хорошо в меру, чрезмерное употребление каких-либо продуктов, в частности, овощных соков, фруктовых соков, свежевыжатых, в большом количестве тоже способствует изменению кислотности мочи и созданию условий для камнеобразования. Поэтому всё хорошо в меру. В большом количестве это всё-таки в каком? Вы знаете, невозможно называть граммы и миллилитры в этой ситуации, но всё хорошо в меру. Это, наверное, самая, пусть и обтекаемая, но самая правильная фраза в этой ситуации. К внешним факторам также можно отнести избыточное потребление поваренной соли. Ну, это вообще такая мультидисциплинарная проблема, это завязано не только на камнеобразовании, это, мы знаем, что завязано прежде всего на проблеме артериальной гипертензии. Ну, и потребление не всегда оправданное в больших количествах различных медикаментов. Ну, и, наверное, для наших слушателей важно знать, что и потребление аспирина в больших количествах. Те дозы, которые назначаются врачами для либо профилактики, либо для лечения ишемической болезни, это не те дозы, которые могут привести к каким-то либо последствиям в плане мочекаменной болезни. Здесь речь идёт о других ситуациях, когда с жаропонижающей целью, либо с другими целями пациенты принимают в большом количестве аспирин, антоциды, антибиотики тетерциклинового ряда, сульфаниламиды. Это тоже препараты, которые могут способствовать камнеобразованию, изменяя ПАШ мочи. Ирина Лидовна, тогда вопрос в связи с медикаментами. Как мы можем нейтрализовать вот это их отрицательное действие? Нейтрализовать мы не можем. Здесь единственное правило – не заниматься самолечением, потому что любой врач, естественно, назначает препараты по показаниям раз и в тех адекватных дозировках, которые проверены, которые рекомендованы, которые написаны в инструкции. Поэтому здесь не заниматься самолечением. А только консультируемся со специалистами исключительно. Да, это, наверное, будет сегодня лейтмотивом всего моего выступления. Это лейтмотив всей нашей программы. Да, наверное, наша программа нацелена на то, чтобы рассказать о симптомах заболевания, о мерах его профилактики. Чтобы слушатель сделал правильный выбор. Да, правильный выбор, что нужно обратиться к врачу и посоветоваться специалистам. По факторам риска у нас всё или что-то есть ещё? Я думаю, что всё. Да, тогда переходим к следующему вопросу. Уже о проявлениях, наверное, поговорим. Клинические проявления мочекаменной болезни могут быть различными. Но для наших пациентов необходимо знать, что основные симптомы, которые требуют обязательного обращения к врачу, это первое – изменение цвета мочи, то есть появление красноватого окрашивания мочи, что говорит о наличии примеси крови, эритроцитов и мочи. Это очень грозный симптом, прежде всего, не только в плане мочекаменной болезни, это может быть проявлением опухолей, мочевыводящих путей. Поэтому изменение цвета мочи в сторону красноватого окрашивания – это повод немедленно обратиться к врачу, желательно урологу. Второй симптом – это болевой синдром различной степени выраженности в поясничной области. Боль может иррадиировать в подвздошной области, в паховой области. Но это уже все нюансы. Наличие боли в поясничной области и красное окрашивание мочи – повод обращения к урологу. Безусловно, болевой синдром может зависеть от локализации камня, будь то камень в почке, в мочеточнике или в мочевом пузыре. Но это не суть важна. Те симптомы, которые я перечислила, являются поводом обращения к урологу. И надо отметить, что на сегодняшний день основным поводом обращения к урологу как раз является мочекаменная болезнь. Одним из основных. Могут быть различные дезурические явления. Дезурические явления могут быть различными. Это может быть болезненное мочеиспускание. Это может быть частое мочеиспускание. Может быть императивные позывы на мочеиспускание. то есть повелительные позывы на мочеиспускание, это тоже повод обратиться на приём уролога. Когда мы говорим о почечной колике, это, конечно, крайнее проявление болевого синдрома при мочекаменной болезни. Это очень выраженная боль. Больные в этот момент, как правило, ведут себя очень беспокойно, потому что боль очень выраженная. Она может сопровождаться и рвотой, и вздотием живота, и боли не только по ходу мочеточников, поясничной области, но и болями в животе. Может быть падение давления. То есть различные проявления, по сути дела, острого хирургического состояния. И здесь я хочу подчеркнуть, что даже если у пациента есть мочекаменная болезнь, и он уже пережил какие-то эпизоды почечной колики, обращаться к врачу нужно обязательно, потому что все эти симптомы могут наблюдаться и при других катастрофах в брюшной полости и за брюшином пространстве. Это может быть проявлением острой хирургической патологии, которая требует экстренного хирургического вмешательства. Поэтому обращение за экстренной медицинской помощью при таких проявлениях, похожих на почечную колику, тоже обязательно. Возможно ли предупреждение в возобновлении образования камней? Ну, наличие камня в почке – это уже мочекаменная болезнь. И поэтому, когда мы либо растворяем камень медикаментозно, либо убираем его хирургическим путем, болезнь все равно остается. И все мероприятия по лечению уже возникшей мочекаменной болезни, они направлены на то, чтобы предупредить образование новых камней. Это, безусловно, вот те меры профилактики, о которых мы с вами говорили. Но мы еще, наверное, остановимся на мерах профилактики. Это модификация образа жизни пациента, это прием назначенных урологом препаратов для предупреждения нового камня образования. Да, безусловно, все в комплексе это имеет значение. Давайте теперь поговорим, вернемся еще к факторам и к изменению образа жизни, для того, чтобы как можно сильнее уменьшить вновь вероятность возобновления мочекаменной болезни именно в остром состоянии. Давайте перейдем, все-таки очень хочется узнать о методах лечения. Вот вы уже упомянули, что это, может быть, растворение камней или уведение их каким-то образом. Вот расскажите, пожалуйста, потому что раньше я слышала, что довольно это так негуманным методом проводилось. Как это происходит сейчас? Ну, если говорить о профилактике небедикаментозной мочекаменной болезни, то есть любой человек вначале должен узнать свой семейный анамнез. Узнать, страдали ли наши прямые родственники мочекаменной болезнью. И эта информация уже сыграет свою положительную роль, потому что человек задумается над проблемой. То есть еще пока у него нет этой проблемы? Да, вот я думаю, что после нашей передачи пусть каждый задаст себе вопрос и своим родителям. Были ли кровные родственники больны мочекаменной болезнью? И проанализировать те симптомы, о которых мы сейчас говорили. Проанализировать, достаточно ли человек потребляет жидкость. Но здесь не хочется давать каких-то конкретных рекомендаций, потому что, может быть, какие-то противопоказания у человека есть для потребления большого количества жидкости. Это и наличие почтной недостаточности, это и наличие хронической сердечной недостаточности. То есть много ситуаций, в которых нужно ограничивать потребление жидкости. Поэтому назвать какую-то конкретную цифру, сколько нужно человеку пить жидкости в день, я затруднюсь. Ну и в любом случае потребление воды в хорошем, уверенном количестве... Да, да. Для здорового человека, у которого нет какой-то серьёзной ограничивающей потребления жидкости патологии, это в районе 2-2,5 литров в сутки. Причём речь идёт о качественной, хорошей воде. Далее человеку необходимо задуматься, правильно ли он питается. О чём мы с вами говорили, потому что здесь важна умеренность во всём. Почему питание имеет значение для камнеобразования? Потому что те или иные продукты могут менять кислотность мочи. И когда меняется кислотность мочи, в кислую или щелочную сторону создаются условия для камнеобразования. То есть одни камни образуются больше при кислой реакции мочи, некоторые камни образуются при щелочной реакции мочи. Но про соки мы уже говорили. Да, про соки мы говорили. Но здесь можно вот так вот в целом сказать, что углеводистая пища в одну сторону меняет реакцию мочи, а белковая пища в противоположную сторону. Поэтому ещё раз повторюсь, всё в умеренном количестве. Дальше обязательно нужно обратить внимание на профилактическое обследование. Потому что человек может жить и не знать, что у него есть какая-то проблема в мочеводящих путях. Это могут быть врождённые анатомические какие-то нарушения. Это могут быть различные воспалительные заболевания мочеводящих путей. Это может быть латентно протекающий пиелонефрит. Могут быть различные структурные нарушения, препятствующие нормальному оттоку мочи. О чём мы уже с вами говорили, это различные структуры уретры, мочеточников. Это может быть аденомопредстательные железы, которые тоже создаёт условия для нарушения уродинамики. И все эти заболевания могут протекать бессимптомно или малосимптомно. Поэтому обращение своевременное к врачу предупреждает развитие новых проблем, в том числе и мочекаменной болезни. И проанализировать необходимо свой образ жизни. Потому что большинство из нас... Больше активности. Больше активности, больше движений. Я, наверное, затруднюсь объяснить механизм, почему малоподвижный образ жизни влияет на развитие мочекаменной болезни. Но это доказанный факт. Может быть, тоже это связано с нарушением кем-то уродинамики. И обмен веществ улучшается значительно в проективном образе жизни. Да, безусловно. Ну и говоря еще о профилактическом обследовании, при обращении к врачу по любым поводам, мы должны не забывать, что надо коррегировать все метаболические нарушения в организме, в том числе и лечить так называемый метаболический синдром. Потому что метаболический синдром очень часто сочетается с гиперурикимией, то есть повышением уровня мочевой кислоты в крови, что, безусловно, тоже требует обязательной коррекции. Ну, очень много таких интересных моментов, когда можно говорить, когда наш образ жизни может повлиять на развитие мочекаменной болезни. И вот говоря о гиперурикимии, либо о подагре, здесь нашим пациентам очень важно помнить о таком факте, что при повышении уровня мочевой кислоты нужно очень осторожно обращаться с баней, в частности с парилкой. Почему? Потому что мочевая кислота очень легко кристаллизируется. И когда человек неумеренно парится в бане, потеет и потребляет недостаточное количество жидкости, мочевая кислота, которая находится в крови в избыточном количестве, она может выпадать в кристаллы. Эти кристаллы очень мелкие, они беспрепятственно проникают в сосуды почек с кровотоком, и они могут кристаллизироваться. И возникают так называемые острые канальцевые некрозы. Это острое состояние, которое приводит к острой почечной недостаточности. Мы даже здесь не говорим о проблеме мочекаменной болезни. Вот таких нюансов в образе жизни человека очень много, о них надо помнить. И, наверное, в каждом индивидуальном случае врач на приеме расскажет каждому конкретному пациенту, чего нужно остерегаться, каких ситуаций избегать. При достаточной профилактике и прохождении специалистов до образования острых ситуаций, насколько это увеличивает шанс на то, что вот эта острая ситуация будет исключена полностью? Полностью не факт, что она будет исключена, потому что очень много факторов на это заболевание, мы с вами говорили. Даже исключая один фактор, мы не можем предугадать все даже биохимические механизмы, которые есть в нашем организме. Но все, о чем мы сейчас говорим, это, безусловно, эффективные методы профилактики, которые могут минимизировать риск возникновения новых камней. И даже если новый камень возникнет, у нас есть все условия для того, чтобы его правильно полечить и не допустить осложнений. Потому что мочекаменная болезнь саму по себе неприятная заболевание. Но нет приятных болезней, безусловно, поэтому мочекаменная болезнь не исключение, тем более она соображается выраженным болевым синдромом. Но мочекаменная болезнь, как и любая другая патология, всегда опасна осложнениями. И об этом надо помнить. Осложнения могут быть самыми различными, и они отнюдь небезопасны. То есть прежде всего это развитие воспалительных заболеваний, мочевыводящих путей. Ну, практически нет мочекаменной болезни без вторичного пелонефрита. А пелонефрит – это воспаление в верхних отделах мочевыводящей системы, которое без, опять-таки, адекватного лечения приводит к развитию хронической почечной недостаточности. То есть это происходит? Это жизнь. Это, к сожалению, наша жизнь. Если камень есть? Если камень есть, тем более камень, который нарушает отток мочи, создаются все условия для развития вторичного воспаления. Вторичное воспаление в верхних отделах мочевыводящей системы – это и есть пелонефрит. Он может быть и острым пелонефритом. Это вообще острое состояние. Острый пелонефрит может осложняться различными гнойными процессами в почке или в окружающей её клетчатке. То есть паронефрит – это гнойный процесс в окружающей клетчатке почки. Могут быть гнойнички в почке, как осложнение острого пелонефрита, так называемый апостигматозный нефрит. Могут быть осложнения этих гнойных состояний в виде сепсиса. То есть урологический сепсис – это очень серьёзная проблема с большой летальностью. Это я говорю не для того, чтобы как-то испугать наших слушателей. Я просто говорю о серьёзности проблемы. То есть спускать эту проблему на тормозах однозначно нельзя. Надо обращаться к врачу. В любом случае нужно быть готовым к тому, что при всей профилактике может возникнуть ситуация. Да, может возникнуть. Потому что это болезнь. И мы должны понимать, что мы лечим не камень в почке. Мы лечим болезнь. Мы лечим организм человека. А в организме человека всё взаимосвязано. Случилось то, что мы поняли, что у нас все эти симптомы, которые вы называли, то есть боль в районе спины и поясницы, если покрасни, там красный цвет мочи появился. Что делать? Повторюсь, конечно же, обращаться к врачу. Да, и что происходит дальше? Но здесь ещё хочу отметить, что вот есть и камень большой в верхних отделах мочевых путей, в лоханках, большие короловидные камни. Они могут давать очень умеренные проявления. Может быть, не быть выраженного болевого синдрома. Может быть, просто тупые, неприятные ощущения в поясничной области. Потому что камень большой, он неподвижный. Будет только изменение в анализах мочи. Поэтому анализ мочи я призываю всех обязательно, независимо от ситуации, независимо от клиники, хотя бы раз в год сдавать. Это профилактика многих ещё других заболеваний мочеводящей путемы, которые на сегодняшний день не тема нашего разговора, но тем не менее. Раз в год всем нашим пациентам надо сдавать анализ мочи. И в настоящее время, слава богу, есть все условия для этого, потому что существует диспансеризация нашего населения, которая, безусловно, эффективна. И в программу диспансеризации обязательно входит исследование анализа мочи. Поэтому анализ мочи раз в год, и можно избежать очень многих. Запомнили, зафиксировали. Запомнили, зафиксировали. И скорость клубочковой фильтрации я уже пользуюсь случаем, скажу, потому что скорость клубочковой фильтрации говорит о том, насколько эффективно наши почки справляются с выведением шлаков. И это позволит нам на ранних стадиях выявить любую проблему. Не о мочекаменной болезни мы сейчас говорим, повторюсь. Мы вообще говорим о заболеваниях почек. То есть снижение скорости клубочковой фильтрации говорит о проблеме в почке клубочкового характера. То есть это артериальная гипертензия. Это различные другие процессы, которые в конечном итоге могут привести к почечной недостаточности. То есть почечная недостаточность – это выраженное снижение клубочковой фильтрации. Ирина, давайте всё-таки вернёмся к методам лечения, к самому насущному, о чём мы сегодня хотели с вами поговорить. Итак, какие методы сейчас существуют и используются, и от чего зависит их применение? О немедикаментозных методах лечения мы с вами уже кратко поговорили. Это модификация образа жизни, это правильное питание, это питьевой режим и так далее. Из медикаментозных методов лечения мочекаменной болезни можно назвать различные фитопрепараты, типа канифрона, их множество. Я, наверное, не буду говорить о названиях препаратов, потому что их опять-таки должен означать врач. Фитолизин, канифрон, они все присутствуют в рекламах. Это слабые растительные препараты, которые способствуют санации мочевыводящих путей. То есть они не лечат мочекаменную болезнь, они лишь способствуют развитию воспалительного процесса. Но здесь тоже ни в коем случае не надо заниматься самолечением, потому что не всегда они адекватны воспалительной реакции. Почему я останавливаюсь на этих препаратах? Они хорошие препараты, но они присутствуют в широкой рекламе, на телевидении, на радио. И здесь пациентам не надо самим назначать эти препараты. Пусть их назначит врач тогда, когда ситуация не настолько запущенная, не настолько выраженная, что они могут помочь. Дальше существуют препараты, которые способствуют растворению камней. Их тоже должен назначать только врач, потому что есть очень много нюансов, какие препараты при каких ситуациях назначаются. Есть препараты, которые нормализуют те обменные процессы в организме, которые нарушены. Ну, в частности, при гиперурекемии, при подагре. Есть препараты, которые снижают уровень мочевой кислоты в крови и, естественно, предотвращают рост уже либо существующих камней, либо образования новых. Опять-таки, их должен назначать врач, потому что существуют нюансы в зависимости от индивидуальных особенностей организма человека. Ну, уповать на то, что любой камень может раствориться, безусловно, нет. Это очень скромный процент случаев, когда медикаментозное лечение может способствовать растворению камня. Конечно, в большинстве случаев всё заканчивается оперативным лечением. И оперативное лечение на сегодняшний день можно разделить на две большие группы. Это неинвазивные методы. Это прежде всего так называемая дистанционная литотрепсия. И оперативные методы уже инвазивного характера. Их тоже можно разделить на две большие группы. Это либо эндоскопические методы, когда при минимальной инвазии происходит удаление камня с помощью эндоскопического оборудования. И уже большие полостные операции, когда ситуация не позволяет либо с помощью эндоскопа, либо с помощью литотрептера решить проблему мочекаменной болезни. Давайте сегодня мы успеем только о литотрепсии поговорить. Что это такое? Литотрепсия – это очень эффективный, это современный метод лечения мочекаменной болезни. Это дробление камня с помощью специального аппарата. Дистанционное. То есть без разреза кожи быстро достаточно пациент может решить такую проблему, как избавление от камня. Я не говорю в целом о мочекаменной болезни. От камня на сегодняшний день. Эта процедура появилась не сегодня. Она уже существует достаточное количество лет. То есть она уже себя зарекомендовала как эффективное, позволяющее во многих, в большинстве случаев, решить проблему мочекаменной болезни у наших пациентов. Чем заключается процесс? С помощью специального аппарата, литотрептера, генерируется ударная волна. То есть это ультразвуковая энергия, которая дистанционно, через кожу, без повреждения кожи, специальным аппаратом локально воздействует на камень. То есть камень при помощи хорошего, современного, очень чувствительного УЗИ аппарата доктором визуализируется. И эта ударная волна направляется конкретно на камень, не повреждая окружающие ткани. И происходит дробление камня, разрушение его на более мелкие части, до такой степени мелкие, что они могут уже беспрепятственно покинуть естественным путем, мочевыводящие пути. И в настоящее время эта процедура доступна для наших пациентов. Такие аппараты есть в городе. В частности, в центральной поликлинике медицинского центра Лайт на гостином 5, дробь 1. Эта процедура проводится на самом современном аппарате. Это аппарат Пьезолит немецкой компании Ричард Вольф. То есть аппарат современный, аппарат эффективный. И процедуру проводят опытные врачи-урологи, которые занимаются проблемами литотрепсии уже порядка 20-25 лет. Но мы, наверное, можем сказать, что литотрепсия – это один из самых, наверное, эффективных методов лечения на сегодняшний день. Безусловно, это один из самых эффективных методов лечения. И еще раз хочу подчеркнуть, что это быстрый метод лечения и без разреза кожи. Да, он относится к оперативному лечению, потому что это серьезная процедура, безусловно, но кожные покровы не разрезаются. И эта процедура, по сути дела, амбулаторная. Она проводится у нас в условиях дневного стационара. Проводится процедура. За пациентом в течение нескольких часов наблюдает врач, медицинский персонал. И после, так сказать, первого удачного мочеспускания пациент может быть отпущен домой, опять-таки, под динамическое наблюдение врача-уролога. Да, ну, об остальных способах, наверное, поговорим в следующих программах наших. Мы очень надеемся, что Верия Леонидовна к нам еще придет. Правда? Спасибо, с удовольствием. Спасибо большое за очень подробный рассказ. На этом сегодня нам придется программу уже завершить, так как время подошло к концу. Итак, сегодня у нас в гостях был заместитель директора по медицинской части Центра диагностики и лечения ЛАЙТ Ирина Иванова. Спасибо еще раз большое за подробный очень рассказ интересный. Ждем вас вновь. Это была программа «Слушайте доктора». У микрофона была Вера Власова. Спасибо, Вера. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.